Пойдем поищем клейма на кирпичах новгородского Кремля. Если есть клейма, по ним можно примерно оценить возраст кирпичей. Первое летописное упоминание о новгородском медитинце относится к XI веку. Первоначально деревянный в XIV-XV веках был перестроен на каменный. И в дальнейшем подвергался многократным реконструкциям и реставрациям, вплоть до нашего времени. Хотим посмотреть, есть ли в кладке старинные кирпичи или все новодел. Вон что-то такое. Или сколоты, или вообще похоже на какой-то масло. Вот это уже, да, похоже на какое-то клеймо завода или типа того. В каталогах я такого клейма не нашел. Смотри, если увидишь какие-нибудь метки завода, клеймы. Потому что там, где мы ходили по стене, у меня ощущение, что это там новодел. Внутри-то все равно кирпич старый. Внутри-ю, да. Вон, пожалуйста, нет. Внутри-то все равно кирпич. 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 да да реставрация видишь вон там внутри вон камень явно и вот это вот то что было изначально здесь видимо специально оставили эту стену ну это тоже что-то перевернуть будет смотреть н.к. 333 н.к. это возможно кирпичи середины 19 века с заводов кочетова николая петровича если ориентироваться на каталог авторство смирнова елушина другая возможная версия кирпичи производства китаева информация сайта кирпичный путеводитель переход за купцом кочетовым числились три завода поэтому н.к. 3 это возможно производство третьего завода каталог по кирпичам авторство смирнова елушина я в одном из своих видео о кирпичах крепостью тронзун уже упоминал н.к. дальше с.м. это что-то либо производное тоже производство либо в каталоге такого нет Софийский собор считается самым древним из сохранившихся храмов в России причем он был отстроен сразу в камне в середине одиннадцатого века почти тысячи лет специально оставлено чтобы было видно первоначальную подкладку Софийский собор это вот действительно древнее древнее там настоящая порода 15-19 века здесь ничего нет кипячок а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok